39% руководителей украинских предприятий считают качество законов и нормативных актов низким. В то же время курс на евроинтеграцию должен базироваться на умных законах. Их несовершенство не только создает коррупционные риски, но и препятствует улучшению делового климата. Почему законы хромают, выясняли наши корреспонденты. Неудовлетворительное качество законодательных актов в Украине признают и в самом парламенте. Одна из причин – такие документы нередко пишутся под конкретных людей, а не для общества. Людей тратуют тот факт, что в переходные положения любого закону час от часа запихают что-то такое, что не должно там быть. Або когда есть четвертые двозначные нормы. И снова таки, человек, который читает закон, говорит, ну так чего же не написать, это понятно. А вот, напевно, кому-то выгодно. Писать не понятно. По мнению СРЭД, если закон не исполняет, это значит, документ написан непрофессионально. Уже из этого вытекает то, что его всегда можно обойти. Другие спикеры считают, что законодательной интеграцией в ЕС мешает неспособность применить европейские практики в Украине. У нас есть, ну, с огляда на той досвид, который мы набули протягом этих трех лет, все-таки институционная спроможность остается проблемой. Другой проблемой есть оттягивание под разными соусами, под разными причинами ухваления важных решений, если они не есть политическим приоритетом. Вице-премьер признает, в Украине нередко политики ведут себя как студенты. А именно, готовят законы и утверждают их в последние дни перед дедлайном. Как итог, принятые документы являются несовершенными. Министерства должны стать основными аналитическими центрами для подготовки проектов решений. Не для управления майном, не для выдачи дозволов, лицензий и так далее, а, в принципе, для подготовки качественных решений. Кроме всего прочего, бизнесмены жалуются на то, что наше законодательство имеет тенденцию к чрезмерному регулированию. Все эти нюансы ухудшают рост экономики, констатируют эксперты и добавляют. Объединяйтесь и ищите компромисс. Ведь одна из проблем украинской политики – недостаток эффективных политических дискуссий, которые предшествуют принятию законов.